Здравствуйте! Я Витя Сирконес, проект-директор Freedom House, и моя коллега из Молдовы Корнелия Козанак, глава Центра исследовательского журнализма в Молдове. Мы хотели вам сегодня объявить возможность участвовать в семинаре в школе по трансграничным расследованиям между Украиной и Молдовой. Это будет происходить 7-12 декабря по проекту Mute Corruption, на русском языке это будет что-то звучит подобное, на «заглушить коррупцию». Проект этот осуществляется организацией Freedom House при сотрудничестве Института массовой информации в Украине и Центра расследовательского журнализма в Молдове при поддержке канадского правительства. Мы намечаем где-то 40 участников гражданского общества и журналистов из Молдовы и Украины, по 20 в каждой стране. Темы, которые будут обсуждаться, это будет и цифровая безопасность, и работа с данных, и как использовать лучшие инфографики, чтобы донести проблематические аспекты коррупции, и как это наносит ущерб так экономике страны и так в целом обществу. Также взаимодействие эффективно между властями и гражданским обществом и журналистами, которые, к сожалению, можно сказать, в обеих странах до сих пор отсутствуют. Также качественные расследования, это вопрос, как это делать, не только по каким-то слухам, не только когда кто-то набрасывает некоторые темы в борьбе между некоторых политиков и олигархов, а сделать факт-бейс, основываясь на факты, на конкретику, без никакого политического ангажирования, объективные анализы. Про такие темы будем говорить и учить во время этой школы. В течение мероприятия, что очень важно, мы сформируем где-то до шести команд трансграничных между молдавскими и украинскими коллегами, которые будут иметь возможность сделать расследование и получить такие гранты до трех тысяч долларов по конкретным темам, которые они сами выберут в течение этого мероприятия. Я думаю, что это очень хорошая возможность. И что одна из целей, конечно, есть увеличить сотрудничество между молдавскими и украинскими коллегами и повесить их уровень, качество работы. Мы на следующей неделе, наши партнеры уже объявят возможность для заявок, участия. Это будет на веб-сайтах института массовых информаций некоррупции.org. Украинская часть и молдавская часть это антикоррупции.мд. Так, на следующей неделе уже все желающие может поддаваться заявками и надеемся, что будет активное участие так и с украинской стороны. И это включая не только коллег из Одессы, но и из Николаева, из Херсона, из всей Украины. Для нас самое важное, чтобы были мотивированные люди, которые делают дело не для галочки, а для того, чтобы верить, что если мы хотим изменить так Украину, так Молдову и ситуацию по коррупции, мы должны делать и достигать каких-то результатов, а не только ставить галочки. Наше мероприятие также включает один день публичное мероприятие, которое будет открыто так для гражданского общества, так и для журналистов. Это открытие мероприятия 7 декабря. Мы будем говорить, в принципе, делать дискуссию о вызовах прозрачности и коррупции в стране. Я уже пару дней тому назад обсуждал это в Киеве с представительством Еврокомиссии, также с замом антикоррупционного бюро Украины, также с бизнес-обудсменом Украины Альгердесом Шеметан и европарламентариями некоторыми. И вчера встречались с командой Миши Саакашвили насчет этого мероприятия, чтобы действительно было на высоком уровне и могли дать, высказаться возможность и политикам, и также и официальным лицам, как они видят эту тему, как они видят возможность сотрудничества с гражданским обществом и роль расследовательского журнализма. Так, этот день, публичная часть нашего мероприятия будет происходить 7 декабря. Мы уже договорились с Impact Hub здесь, в Одессе, где будет происходить мероприятие. Так что всех журналистов... Impact Hub. Impact Hub. Да, так, всех приглашаем, отметите этот день. Действительно, надеюсь, что будет очень интересная дискуссия. Все, с кем мы встречались, были очень позитивно настроены, сказали, что тема важна и обещали участвовать. Я думаю, что, в принципе, момент очень подходящий. Прошли здесь, в Украине, местные выборы. Процесс по антикоррупционным делам пошел и в Одессе, и уже обсуждается довольно громко и в Украине. Конечно, есть много вызовов, наверняка больше вызовов, чем достижений пока. Но на это и будем обсуждать, чего не хватает, чтобы была более эффективная борьба с коррупцией. Также в Молдове все знают, что происходят протесты, что действительно один из самых крупнейших скандалов про промывание денег в регионе. И отстранено правительство в стране. Я думаю, что темы очень актуальны. И будет очень интересно встретиться и молдавским, и украинским коллегам обмен опытом и обсуждением возможностей сотрудничества. Это, конечно, безусловно, является и приоритетом Европы, Еврокомиссии. Это мы обсуждали не один раз. И по большому счету, я думаю, что определит будущее всего региона, и конкретно Украины и Молдовы, и как они будут двигаться в это направление, европейское направление. Так что приглашаем участвовать. Если есть какие-то вопросы, мы рады ответить на вопросы. Здравствуйте. Вы оба из Молдовы? Я сам из Литвы. Я глава Вильямского офиса Freedom House. Вы сейчас именно Литву представляете или украинскую сторону? Я представляю свою организацию. Могу говорить и как преподаватель Вильямского университета, как эксперт, да. Потому что работа у меня, и опыт работы в всем регионе, от Белоруссии до, в принципе, Молдовы. Я рад вас видеть. Я просто хочу уточнить. Вы предоставлены по этой стороне, да? У нас это, как и говорил, этот конкретный проект осуществляется нашей организацией Freedom House при поддержке финансово-канадского правительства. То есть это гражданские инициативы, международные, трансграничные, которые, да, мы, это мы приглашаем украинских и молдавских властей участвовать и ответить на вопросы, как вот идет процесс, чего не хватает, как они видят, какие у них ошибки и что нужно исправить. И это гражданское общество идет навстречу и также на контроль властей. Вот так вот. То есть это инициатива снизу, если можно так сказать. Я просто хотел задать туда вам вопрос. Я просто был недавно в Молдове, я заметил, что у вас на одну проблему меньше, чем в Украине, у вас хорошие дороги. Как добиться вот такого надзора, вот как проследить, чтобы на элементарные вещи, а я вас спрашиваю, потому что у вас это, видимо, произошло, чтобы финансы на элементарные вещи, государственной значимости, не ушли куда-то в колодец, а действительно остались на поверхности. Спасибо. Я думаю, что огорчу вас. У нас не очень хорошие дороги. У нас несколько дорог хороших, строенных в последние годы на американские и европейские деньги. И просто за строением этих дорог следили очень хорошо международные организации, потому что нас тоже воруют. И строение, строительство дорог у нас одно из самых коррумпированных мест. Да. И здесь тоже у нас тоже воруются, тоже есть фирмы, которые получают госзакупки, например, участвуют в государственные тендеры на строение дороги, и тоже дают какие-то откаты из этих денег. Здесь именно на строение дорог у нас в Молдове тоже большая дорога. Но тем не менее, между основными, главными городами хорошие дороги? Я скажу, что где-то три дороги очень хорошие, строенные в последние годы. А в основном Молдова маленькая, поэтому кажется, что у нас дороги хорошие. По сравнению с Украиной, которая большая. Но так не могу сказать, что очень хорошая. Тогда поделитесь, когда прогоночка вопросов, просто перейдем, где мы задастки вопросов. Все-таки поделитесь тогда своим, похвастайтесь по-доброму перед нами своими успехами. Где у вас, да, получилось, что мы можем уже сегодня просто взять и начать использовать и говорить, в Молдове это сработало, давайте делать так же. Вот рецепт. Ну, я расследовательный журналист, и я обычно пишу только о проблемах. Я больше вижу, где проблемы, и меньше, где успехи. Но я не могу сказать, что у нас за последние годы какие-то большие успехи. У нас, я могу больше говорить о проблемах. И вот эти мероприятия, которые делаем мы в рамках проекта Freedom House, они делаем их для того, чтобы как-то соединились мы и украинские журналисты, потому что у нас общие проблемы. И чтобы больше расследовали, потому что как у вас есть очень много коррупционных схем, так и у нас. И, возможно, эти схемы или эти сети работают и у нас, и у вас одновременно. И сейчас и вот проблемы с пропагандой у нас, как и у вас, и у нас довольно тоже, это большая проблема. И мы это и хотим, чтобы украинские журналисты и мадавские журналисты познакомились, знали друг от друга и нашли совместные темы для расследований. Как говорили Витис, будут и гранты на большие расследования, трансграничные. И у нас и сейчас в другом проекте поддержки Freedom House есть и гранты на расследование. И вот журналисты из Украины совместно с нашими журналистами могут подавать заявки, если у них есть общие темы. У нас есть портал, антикоррупционный портал, такой, как есть и в Украине. И мы можем там давать эти расследования. Я не знаю, подумай до конца конференции, если у нас есть какие-то успехи, о которых мы можем говорить. Я могу. Я скажу, то, что хорошо, что гражданское общество за последний год начало эти протесты. Гражданская инициатива, из которой я тоже член этой гражданской инициативы, которая делает сейчас большой протест с октября, каждый день. Это хорошо, что проснулось у нас гражданское общество. Вот это хорошо. Я знаю, что в Украине это тоже действует. Но по борьбе с коррупцией я пока не могу сказать, что у нас есть успехи. Вы считаете, что нужным объединение именно Молдова и Украина должны вместе это делать? Да. Для нас тоже хороший опыт украинских журналистов. Я думаю, что если мы объединим свои силы и будем вместе делать расследование, то я думаю, что мы сможем что-то добиться. Но я, по крайней мере, думаю, что это возможно. Что можно сказать, если так взгляды вне, да, ты посмотри. Наверняка можно сказать, что в Молдове в плане законодательства ситуация... Извините, я прошу прощения, камеры все здесь стоят. Да, если в плане законодательства, наверняка ситуация в Молдове чуточку лучше. Но это не значит, что имплементация этих законов, она осуществляется, не хватает политической воли. По сравнению с Украиной, можно сказать, что в Украине может быть больше игроков. И есть какая-то динамика. А в Молдове, ну, мы, в принципе, все знаем, что есть один основной игрок, который монополизирует весь рынок. Если можно посравнить, опять же, СМИ, так большинство СМИ в Молдове, это больше про проблематику, они монополизированы и заангажированы, особенно телевидение. Ситуация в Украине, мы тоже знаем, что довольно сложная, но все-таки этих игроков побольше. Можно посмотреть, вот недавно встречался с антикоррупционным бюро в Украине, так, у них в данный момент 200 сотрудников, и они как бы ожидают в 2016 году иметь 700 где-то примерно. Так, по сравнению, в Молдове уже опыт антикоррупционного бюро, они работают уже дольше, и у них сотрудников есть в данный момент 350. Так, имея в виду масштаб страны, конечно, ожидалось бы, что в Молдове все должно кипятить, и что эти расследования должны заканчиваться делами. Пока этих дел немного, и мы результатов пока не видим. Так что на законодательством уровне, на институциональном уровне, можно сказать, что якобы какие-то успехи есть, но все равно все опирается на политическую волю. Что хорошо в Молдове, действительно, это вот этот прорыв гражданского общества, и опять процесс, некоторые могут сказать, что пошел, да, что были арестованы и бывший премьер, Пилат и так далее, но это неоднозначно. Мы понимаем, что там играют политики, но я думаю, что как раз в этом вопрос, как себя поведет и журналисты, и гражданское общество. Насколько они будут счастливы только вот этой картинкой, или они будут сражаться идти до конца, потому что многие политики, которые замешаны вот в этом крупном скандале по промыванию денег, они до сих пор на свободе, и, конечно, на них должны быть нанесены дела и ответственность. Так что, а насчет общих дел, ну, есть Приднестровье, и это понятно, что это интересует и Украину. Там некоторые деньги из Украины тоже промываются. Также это и один из проблематических точек Молдовы. И я думаю, что это натурально, что мы здесь сделаем школу в Одессе, где трансграничное сотрудничество вводится вот в эту конкретную точку. Так что, отвечая на вопрос, успехи есть, если можно сказать, только на законодательственном уровне, потому что Рада в Украине, там процесс намного сложнее. Может быть, можно сказать, что это не настолько успех конкретных политиков и властей, а больше того, что страна маленькая, и влияние Еврокомиссии и европейских институтов наверняка больше было. Разрешите, ну, то, что страна маленькая, конечно, весьма сомнительный успех. Ну ладно, мне было заказано три вопроса, постараюсь оправдать ожидания. Ну, для начала, вы говорили о сумме в 3 тысячи долларов программах. Да. Постольку помогает канадская правительство? Каких долларов кричит в американском целях канадских? Мы сейчас говорим о американских. Понятно. Значит, перед тем, как я вам задам еще вопрос, я был на одном из этих семинаров, именно на вашем, и не только на вашем, и получал очень странная вещь. Это был даже не дискуссионный клуб. Это клуб людей. Знаете, вот старый анекдот про разговоры спанца с французом, когда каждый говорит на своем языке. Значит, так вот, ситуация примерно та же. Люди, каждый рассказывал о своих проблемах, о своих успехах, их вежливо выслушивали, иногда задавали вопросы, дальше не шло никуда. А вы задавали вопросы? Разумеется. Хорошо. То есть коэффициенты полезного действия, на мой взгляд, меньше, чем у паровоза, который был в 19 веке. Я снимаюсь в 8% примерно. А теперь вопрос вот такой вот. Все говорят о борьбе с коррупцией. Это уже настолько заговорили и заездили, что опять-таки есть старая шутка, когда говорят, что третьей мировой войны не будет, но будет такая при базе мира, что камня на камне не останется. Вот примерно та же ситуация. И вот объясните, вот обычная ситуация с Приднестровьем. Вот я всегда говорил, что я в принципе противник глобальной борьбы с коррупцией. Я считаю, что она носит куда раз больше, она стоит очень дорого, и она носит куда больше вреда, чем польза. Через границу переходят сигареты, спиртное в определенное количество. На этом кормятся люди в Приднестровье, не имеющие работы. Люди в украинских поселках тоже не имеющие работы. В результате эти товары попадают на рынок, в том числе и одесский. И молдавские сигареты идут по достаточно низким ценам, что очень удобно людям с низкими доходами. Теперь, кстати, все-таки перекрывается. Теряют работу и доходы те, кто находятся по ту сторону, и неизвестно, как будут выживать, те, кто по эту сторону, а все остальные будут покупать сигареты по гораздо большей цене. Скажите, кому это выгодно, и как вы сможете объяснить людям, что это выгодно государству, которое кидает их на каждом шагу? Вот я не возьмусь объяснять, не приветствовать эту схему, не объяснять людям, почему эту схему нужно ломать. Потому что, может быть, это объяснить невозможно. Вот вы сможете это объяснить? Вот борьбу с коррупцией в этом направлении. Как обеспечить населению цель этой борьбы? Если оно приводит только к улучшению. Я думаю, что все очень непонятно. Когда мы говорим про коррупцию, это как замкнутый путь. Ну, если вас устраивает жить в такой стране, где у вас низкие зарплаты, где у вас там вся инфраструктура или большинство инфраструктур, если не смотреть на европейские инвестиции завалено, если вас это устраивает, это хорошо. Но я думаю, что нормального гражданина страны это не должно устраивать. Не должно устраивать, что это нормально, если дорога из Киева в Одессу, там где в дорогу ложится 20% или сколько, а 80% лежат у кого-то в кармане. То есть простые-простые вещи. Вы можете сказать, да, кто-то получил эту выгоду, какую-то зарплату и так далее. А вот говоря про такую мелкую контрабанду и так далее, мы понимаем, что это решение для вот этих местных жителей этого дня. В долгосрочной перспективе, если нет коррупции, вопрос развития всего региона, на вообще другом уровне. И это показатель не такой, что мы будем делать завтра. Вопрос у меня, как вы видите свою страну через 10 лет? Я могу сказать, вот по опыту своей страны, не говорю, что там коррупции нету, но стартовые позиции у Белоруссии, Украины, Литвы, там, Эстонии, были одинаковые, в принципе. Даже лучше сказал бы, что были такие страны, как Украина, Беларусь, были на лучшем уровне стартовой позиции. Где мы сейчас находимся, и где вы сейчас находитесь, это вопрос неоднозначный. Вы совершенно правы, вопрос неоднозначный, хотя вопроса потому, что у вас прошел закон о реституции, у нас, слава Богу, нет. Поэтому, вы правы, вопрос неоднозначный. Но, опять-таки, я имел в виду не этот. Почему мы говорим о борьбе с коррупцией в глобальном смысле? Ведь каждый вопрос нужно подходить отдельно, это раз. И во-вторых, я не знаю, будет ли это на семинаре или нет. Любая борьба с коррупцией, вот такого вот плана, означает вначале шаг назад, то есть ведет вначале к улучшению качества жизни, последствия, возможность улучшения. Но если мы стоим на грани в проплости, шаг назад невозможно. А мы сейчас над ней стоим. Поэтому, еще раз, не считаете ли вы, что вопрос с коррупцией надуман, и мы сейчас, сейчас отмываются деньги на борьбе с коррупцией. То есть под это выделяются проекты. А вы знаете, если вы можете показать, что отмываются деньги по борьбе с коррупцией, вот через какие-то схемы, я сразу вас приглашаю участвовать вот в этих расследованиях и показать, что это так. Если выделяю, на мой взгляд, если выделяются деньги на расследование, которое ни к чему не привело, это отмывание денег. Это даром потраченные деньги. Причем даром потраченные скрипы вы не обещали. Вы нам обещаете, что вы это сделаете, я говорю, что вы сделаете расследование и мы приветствуем это. Нет, я высказал вам, что вы просто не будете достигать результата. В данном направлении нет, конечно. Я вам всего лишь высказал свою точку зрения. Для того, чтобы вы поняли, что мнение по борьбе с коррупцией, всем и с другим, не одно значение. Спасибо большое. Мы это очень хорошо понимаем, что есть вопрос, и поэтому, куда международные ресурсы и финансирование идет. То есть, если выделяются какие-то гранты у нас в конкретном проекте, нас не интересуют никакие журналисты, которые делают что-нибудь для галочки, чтобы написали хороший отчет и так далее. Это, конечно, тоже не вопрос. Ты можешь сделать, и есть много примеров вот так же молдавских коллег, когда они делают очень качественные расследования, но прокуратура из-за отсутствия политической воли за этими делами потом не делает никаких-то шагов. И вот в этом плане на что мы опираемся, и почему мы делали очень большую подготовительную работу, разговаривая и с Бюро антикоррупции, и с разными политиками, так с европейскими, так с местными политиками, чтобы все знали, что мы открыты сотрудничеству, несмотря на это. Левые, правые, это проевропейские, или те, которые говорят, что даже у нас страна будет нейтральная, то есть русскоязычные, румынскоязычные. И для нас это не основное. Для нас основное, что сделались качественные расследования, которые были основаны не на каких-то слухах или домыслах, а на конкретную фактологию. Я хотела сказать, что хорошие расследования, хорошо документированные, всегда имеют резонанс. И, может быть, изменения не идут сразу, но когда журналисты постоянно делают расследования довольно хорошие, то резонанса будет, изменения тоже будут. У нас в Молдове были несколько хороших расследований, после которых увольняли чиновников, меняли закон. То есть есть, но мы тоже жалуемся, что у нас нету сразу реакции. Скажите, а можете трогийский пример какого-то одного успешного совместного сотрудничества? Ну, может быть, не Молдову и Украину, хотя бы Молдову и Румыни. Да, у нас есть расследования, деланные вместе с румынскими журналистами. В 2011 году мы открыли, мы делали расследование по сетью педофилов, которые орут, то есть работали у нас в Молдове и в Одессе, в Одесской области. они предлагали мальчиков для половых связей с разными иностранными гражданами, которые приезжали в Молдову или хотели ехать в Одессе и обратно через Приднестровье. И вот брали этих мальчиков. даже среди этих людей был эксперт Европейского Союза, о котором мы писали. И после этого у нас ввели закон о кастрации педофилов, но через некоторое время этот закон тоже отменили, потому что был против права человека. Но это было после нашего расследования. еще были деланы в уголовном кодексе тоже какие-то поправки, что вот могут привлечь к ответственности иностранных граждан, которые имеют иммунитет, потому что этот эксперт имел иммунитет и его не могли привлечь к ответственности. И вот это расследование было опубликовано и в Европе, потому что там из этих иностранных граждан, которые приходили в Молдову, был какой-то пастор из Дании и вот там он имел очень хороший имидж, а у нас занимался этим. И вот это расследование было. И я думаю, что один из основных вот таких историй, то есть расследование, которое ведется их много насчет вот этого промывания одного миллиарда, в котором замешаны многие страны, там есть многие европейские страны и мы видим, что есть некоторые политики, которые уже арестованы по этому делу, но самое главное, что это не закончилось и что все, которые ответственны за это, были наказаны. Так что в Молдове мы видим, что есть что расследовать и у нас, и в Украине. И как раз вот эта конкретная школа, мы видим, что есть отсутствие контактов между украинскими и молдавскими журналистами, и вот как раз на это и ориентированы наши мероприятия, чтобы подбодрить это сотрудничество и чтобы дать им инструментарий, если можно сказать, для такого общения. Мы, конечно, не наивные, что все вот 6 групп до 6 групп, которые мы создадим, они после окончания проекта, что они будут сотрудничать. Но для меня, если там 3 группы, 4 группы из них будет сотрудничать и после этого, и мы уже видим, что вот ими наш партнер, и CIGM, они сотрудничают, обсуждают разные расследования и делают это же совместное мероприятие, которое мы делаем, это уже является, по сути дела, результатом, вот первым шагом такого сотрудничества. Спасибо. Хочу попросить конкретно определить цель проекта, который вы сегодня представляете и к чему в перспективе должно привести. По кому трансграничное сотрудничество между украинскими и молдавскими журналистами, расследовательскому журнализму. То есть, как и говорил, что мы знаем создать 6 групп небольших, там будет 3 до 5-6 журналистов, которые будут заниматься совместными расследованиями, и в течение полгода, чтобы эти команды сделали до 6 расследований по трансграничным темам, будет это с таможнями связано, будет это связано с транспортом, так вот, так, это как бы основная цель. Сделать мостик и другой акцент на антикоррупционную деятельность. И развивать, развивать расследовательную журналистику в этом, в Молдове, в Украине именно на антикоррупционные темы, коррупционные темы. Продолжение, какая у вас сейчас ситуация, то есть в Молдове вот с вашим Майданом? Ну, у нас протесты начались в мае, начала их гражданская платформа, были несколько большие протесты в мае, в начале июня, 6 сентября, 4 октября, где на улице вышло где-то больше 100 тысяч людей, они протестовали против коррупции, против то, что делает правительство, что тоже у нас ничего не меняется, вроде бы делаются реформы, но нету никаких конкретных результатов, наоборот, ситуация людей ухудшалась и ухудшилась за последние в последние годы. Но пока, хотя эти протесты были очень небольшими, пока нету конкретных реакций от президента, председателя парламента, они встречались с протестующими, но никаких результатов. Если мы смотрим в Румынии, люди протестовали один день, и после этого правительство подало в отставку, у нас это не случилось. У нас тоже сейчас правительство в отставке, но не от того, что на них действовала улица или протест, а из-за того, что у нас разборки между политическими партиями, вот из-за этого и отстранили правительство. Ну, у нас вроде бы началась борьба с коррупцией, арестован один из лидеров, бывший премьер-министр Филат, Влад Филат. Он был председателем либерально-демократической партии. Одна из партий, которая взяла на последние выборы и на выборы в 2010 году большинство голосов, но все равно ее как-то им не давали так много. То есть у нас борьба между партиями, у нас неофициально руководит другая партия, демократическая партия. И вот разборка между этими партиями. Его арестовали из-за того, что он дал взятку в 250 тысяч миллионов долларов. Ну, у нас такие взятки. 250 тысяч или миллионов? 250 тысяч. 250 тысяч. Но это в связи с случаем с кражей миллиарда долларов из трех банков Молдовы. Банка деэкономии, социальные банки, там, уни-банк. Ну, здесь не доказали пока эту взятку, потому что один из бизнесменов, Шоар, он сам вроде бы пошел с повинной, я не знаю, как это сказать на русском, он сам написал, что вот он дал взятку Филату в 250 тысяч долларов. Ну, это видно, скорее всего, нас это не радовало, хотя мы ждем, чтобы борьба с коррупцией началась, но пока это не радует, потому что видим, что борьба идет только против одной партии, против сторонников одной партии, и наши правоохранительные органы используют вот в этой борьбе как инструмент, они как, они не независимые и не работают независимые, это проблема у нас с правоохранительными органами. После этих случаев создается такое мнение, что у нас в Молдове можно на любого открыть уголовное дело, можно следить за любого гражданина, потому что вот после этих случаев у нас в сетях в интернетах было выложено разные телефонные разговоры, филата с разными чиновниками, даже на прошлой неделе у нас в сетях было выложено видео, там, где, например, делать секс с одной журналисткой. Вот кто? А кто в этом такого тут? Ну, в этом ничего плохого нету, в принципе, взрослые люди, но вот до такого дошли, что за не... вот следили и все записывали, телефон... То есть это против права человека, в конце концов. Уже никто не застрахован, что его не будут снимать, когда он что-то там делает где-нибудь в какой-то гостинице. Вопрос наверняка и вот в этих протестных движениях есть одно, что да, это действительно объемы Молдовы это действительно масштабные протесты, они мирные, что очень-очень важно. Хотя, вот как Корнелия рассказала, процесс пошел, мы понимаем, что большинство политиков, многие политики завязаны, и сейчас пока происходит такое селективное правосудие, где основное это, чтобы не было в стране безнаказанности и потому гражданское общество, насколько мы знаем и общаемся с ними, они не остановятся только с делом Филата и тот же самый Шор, который признался, что дал взятку, то есть это понятно, что он тоже должен иметь ответственность, а пока этого нету, есть некоторые коллеги, которые из Европы очень опасаются, что вот это какое-то антиевропейское движение, потому что Филат якобы из таких политиков, которые были за проевропейское направление, но мы должны очень четко подчеркнуть, что другие замешаны в этом деле, Шор и так далее, они как раз и с той стороны, которые были пророссийской и так далее, и это не вопрос геополитической ориентации, это вопрос прозрачности и в стране, и чтобы все замешаны в коррупционных схемах, коррупция не имеет идеологии, и то есть несмотря какой ты партию представляешь, если ты коррумпирован, ты должен за это отвечать, и это должно быть очень-очень о чем-то выполнить. Насчет протестов у нас есть протест гражданской инициативы, и еще протестуют партия социалистов, Дадона, и партия Усатова, но они эти пророссийские партии, и мы начали расследовать, сколько они тратят в день, и у этих партий, то есть они тратят очень много в день, непонятно откуда у них финансирование, то есть мы знаем что-то где-то из российских источников, но пока правоохранительные органы не занимаются этим, но у них например очень много еды, в этих палатках есть свет, есть электрические простыни например, и разных там одеяла хорошие, ну понятно что ресурсы там есть, понятно да, что есть большие ресурсы но люди не планируют расходиться пока? пока не планируют, они хотят чтобы уже требуют чтобы был отстранен прокурор, директор центра по борьбе с коррупцией и требуют досрочные выборы а будьте добры скажите вот какая сейчас на этом вашем майдане конфигурация приблизительная сколько сторонников там пророссийских Додона Иусатова и сколько проевропейских это очень интересно мы об этом не можем разобраться проевропейский протест больше больше чем те где партии стоят возле парламента между парламентом и президентурой там небольшая площадь проевропейских проевропейских на центральном на национальном площади там возле арки где-то возле арки да и протест гражданской инициативы были очень большими обширными так сказать я говорила что выходило больше ста тысяч людей на улице эти люди которым не платят и потому что люди дадона и усатого платят людей чтобы они в день там протестовали тусовались да им дают еду и все что им нужно им дают деньги на транспорт и вот мы удивляемся что правоохранительные органы наши не не занимаются чтобы проверяли откуда у них финансы и как платят ну те протест европейская инициатива но он больше если так если это финансирование дадона и усатого это очень хорошая тема для антикоррупционного расследования да мы начали ну я начала со студентами расследования но пока мы пока не довели до конца этого это расследование но мы расследуем сейчас потому что невозможно пока документировать документально получать информацию вот об этих финансирования это немножко и об этом расследовании я уверен вот вот сайт антикоррупции .md это сайт и на румынском есть и на русском есть и на английском так что вот те которые заинтересованы или интересуются вот происходящими процессами и расследованиями в Молдове и что делает центр там я думаю что найдете информацию и можете конечно непосредственно на их кратерию скарнелей скажите пожалуйста как вот по вашему мнению выдвигаются реформы в Украине вот в области борьбы с коррупцией и в частности возможно в Одесской области так как соседние страны вам может быть тоже виднее ваше мнение следители за событиями да мы следим за событиями в Украине но в Украине после Майдана это дело эти активности начались в таком быстром быстром темпе да у нас в Молдове в более медленном темпе развивается вся борьба антикоррупционная но в Украине мы видели я например была в Киеве и разговаривала с представителями многих организаций и журналистов и видела очень хороших инициатив например что расследовательные журналисты сотрудничают с юристами с организацией юристов и они следят за расследованием и давят на правоохранительные органы чтобы те привлекли к ответственности людей о которым писали журналисты то есть они как-то составляют уже по юридической форме это расследование и дают заявку правоохранительные органы чтобы те дальше следили и вот эти организации следят за того что делались анкеты уголовные дела у нас это пока никак мы не следим уже что случается в правоохранительные органы нам говорят что началось уголовное дело а когда спрашиваем через некоторое время то нам говорят что уже закрыли это уголовное дело и больше не дают никакого ответа а в Украине насколько и наши гроши делали очень много таких расследований которые имели импакт да и после этого насколько я знаю в бюджет было возвращено несколько тысяч сотен тысяч евро это очень хорошо то есть конечно процесс который происходит этого недостаточно и мы вот знаем что 16 января в Киеве будет большая конференция по антикоррупции где участвуют от президента до там многих представителей ООН и Еврокомиссии инициатив много но я думаю что опять если мы можем говорить про гражданское общество и вот журналистов они должны быть более консолидированы и тогда вот и влияние будет контроля будет намного больше пока мы видим что этого не хватает и потому вот и стараемся строить мастыки еще я только уточню в Украине больше открыто больше баз данных например чем у нас в Молдове Будьте добры могли бы вы привести какой-то хотя бы один внятный пример какая-либо страна давайте Европу чтобы вы не имели представление которая была очень серьезно подвергла на коррупцию благодаря позиции общества журналистов совместных этот процесс сломан и с тех пор она стала слабо корруктированной вот один пример в Европе можно мне привести я могу привести пример Румынии вот в Румынии 10 лет назад тоже был очень повышенный уровень коррупции она была одна из самых коррумпированных стран Европы а сейчас у них пошла борьба с коррупцией у них там как бы есть антикоррупционная прокуратура ДНА которая имеет сейчас очень известные дела у них там бывший премьер арестованный я понял тогда в продолжение вопроса скажите что нужно для этого сделать вот у нас говорят одни говорят что нужно повышать зарплату чиновникам они пристают брать взятки результат суммы взятых только другие другие говорят что нужно бить их по рукам с размаху чтобы они все не знали что они все под прицелом камеры стоят повсеместно и все результат схемы только чуть усложняется дополняется одно-два звена и камеры уже не работают третье вот это еще говорят о том что нужен социальный пакет что как по примеру нью-йоркской полиции реформы Рудольфа Джулиан ваша точка зрения что нужно для этого сделать я могу сказать по примеру Румынии потому что я делала несколько интервью с румынскими экспертами они говорят что они дали большую независимость этой антикоррупционной прокуратуры и они делали закон люстрации из прокуратуры из судебных инстанций вышли все судьи прокуроры которые раньше сотрудничали с безопасной службой с секуритацией и вот они так очистили эти учреждения и на румынском тоже секуритате это безопасная это служба не знаю как на русском служба безопасности в Румынии госбезопасности КГБ и вот они делали эту ну в Украине тоже вроде бы делали закон иллюстрации и вот это помогло чтобы очистили ряды прокуроров и судей и взамен этих пришли новые молодые профессиональные прокуроры и судей и вот им дали большую независимость и была поддержка президента и не могли другие учреждения вмешиваться вот в это и вот после вот у них есть то есть просто говорят только карательная система нет дали независимость и дали работать профессиональным людям и очень мне например говорили эксперты у нас эти интервью есть и на русском и на английском на нашем портале где они говорят что у них вот это была воля на высшем уровне независимости профессиональные профессиональные люди если если коротко еще насчет что нужно конечно ты в Румынии можно сказать и было влияние там то же самое еврокомиссии и влияние европейских нужны первые шоу-кейсы примеры да что процесс пошел это в Румынии началось это не значит что в Румынии коррупции уже нет есть в любой стране коррупция есть вопрос только уровня да но должно быть чувство что безнаказанности не будет что ты и я думаю что здесь тоже очень важно говорить и про пример тех же самых неправительских организаций ты не можешь требовать прозрачности если сам не являешься прозрачным то есть организации должны говорить про свои бюджеты сколько получают откуда все начинается с твоего примера одно есть одно направление контроль властей другое освещение общества да что взятки это нехорошо какой-то ущерб и так далее и я думаю что один из примеров прозрачности насколько вот такой уровень может быть наша соседняя страна Эстония где многие там и процедуры и все делается в онлайн режиме ты все очень хорошо видишь и это очень хороший способ превенции коррупции вот я думаю что такие примеры мы будем показывать и говорить что в такое направление должны двигаться все время не 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 это